Когда-то давным-давно в одном процветающем государстве жил очень мудрый король. Он попросил построить дворец, в котором стены, потолки и пол были зеркальными. И вот однажды, когда дверь была открыта, любой входящий мог туда зайти, в этот дворец забежала собака. Она начала бегать по дворцу и вдруг обнаружила, что кругом она натыкается на других собак. Но так как она была собака, а не человек, который прошел курс работы с конфликтами, то она подумала, на всякий случай я порычу. И она оскалилась. И вдруг она заметила, что все собаки окружающие ее тоже оскаливались. Она подумала, что надо проявить себя как-то в фоне всех этих оскалов, надо полаять. Она начала лаять, собаки тоже все начали лаять. Дальше больше, как по схеме нарастания конфликтной ситуации. Конфликт начинал расти, расти, расти. В итоге собака уже просто пришла в состояние агрессии и гнева. Начала кидаться на всех собак, которые ее окружали. Ну и как гласит притча, собака это тоже. Эта притча очень хорошо выражает как раз суть той темы, ради которой мы все здесь собрались. Если ты хочешь жить вне конфликта, если ты хочешь уходить от конфликта, то первое, что нужно всегда помнить, что человек, который оказывается напротив тебя, ты сам есть. И как ты в нем начнешь отражаться, так же и он будет к тебе отражаться. И кстати, вот этот вот запрос, ну так, забегай вперед по поводу молчания, да, если человек с нами начинает какой-то молчать, или проявлять какую-то стратегию. В общем, любая стратегия, которую проявляет человек, когда с нами начинает взаимодействовать, это 99% та стратегия, которая где-то есть внутри нас. И мы в чем-то в другом так себя ведем. Я подозревала, что... Мы молчим, и он молч. Да, то есть, вот еще, чем притча эта хороша, тем, что вот в ней много слоев, и можно открывать, открывать, открывать. И на самом деле, когда мы встречаем человека, мы не видим, как он себя ведет. У нас есть вот запрос, да, прозвучал как бы, Маша как сказала. Вот как бы так сделать, чтобы он там чего-то, да, там вот, может его вытащить из этого состояния, может ему как-то помочь. А на самом деле нам нужно задать себе вопрос, вот что этот человек сейчас мне хочет обо мне рассказать. Зачем я его себе прислал, чтобы он именно вот так со мной себя повел.